Дамы, господа, княженцы, милые дамы, большущий всем привет, всем доброго, бодрого утречка! Встречаемся с вами, чаевничаем с вами, пьем прохладительные напитки, но не прохлаждаемся. Значит, перед началом трудового рабочего дня, немножечко выйду в эфир, немножечко, может быть, подыму кому-то настроение, может быть, не подыму, но в любом случае, рад всех видеть, поэтому давайте без отлагательств долгий ящик, будем начинать. Не забываем поддержать Палыча большими пальцами вверх, подпиской, комментом. Собственно говоря, сегодня будем говорить мы про работничков. Ну, те работнички, какие пришли, наконец-таки, Губаревы делать фундамент. Но начинается ведь все, как там, театр начинается с вешалки, так и у Натахи. Трудовой день начинается, собственно говоря, со сна. Ну, вернее, как со сна, накануне Натаха не спала, пожаловалась уже всем о том, что было якобы жарко, и там открыла, и сям открыла, и не смогла она уснуть, учитывая то, что какой у нее дом, ну, назовем его, она совсем не маленький, и то, что если открыть и там, и там, и там, везде ставни, плюс дом сделан, стены толщины, я думаю, там не особо и жарко у нее. Она до этого сама про это говорила, то, что да, дом теплый, а летом тут даже прохладно бывает. Но сейчас почему-то уже вот такая вот трактовка текста. Ну да ладно. Тут, знаете, многие комментаторы, прям вот как только Губа сказала о том, что она не выспала из-за того, из-за сильной жары, прям сразу же, знаете, начали прям совет дня, совет дня, писать о том, что мне прям такой коммент понравился. Наташа, типа, Наташ, а стели на полу, типа, я вот так же кто-то там делает. Давайте пойдем другим путем, более интересным, более сложным, что ли, так сказать, но самое главное, более хайповым для тебя, Губа. Все для тебя. Итак, значит, сделай так. Постели на полу, ну, на полу, не дома, а, собственно говоря, на полу в вольере Данечки. Я уже запомнил всех твоих детишек по именам. Постели там на полу и спи вместе с ним в одной будке. И что такого? Он же твой сыночек, там, одно дело, был кобель, и вот так вот спать с кобелем там, да, другое дело, он же твой сыночек, сама говоришь, сына, сына, дочек и прочие эти моменты. Поэтому постели там и спи, отдыхай. Там прохладно будет, собака тебя полижет, залижет. Ну, языком, я имею в виду, там, поцелует. И, собственно говоря, согреет, если что, в прохладную июльскую ночь. Ладно, значит, это немножечко предысторий, так скажем. А история какова? Такова, что в 6 часов утра пришли гублевые работники. Ребята, ну вы в самом деле, серьезно? В 6 часов утра на так, наверное, спать нынче не ложилась. Тут дело не в том, что она не выспалась, а дело в том, что на так спать ложится. В 3-4 часа утра, а тут она в 6 уже вставать пора. Ну, понятное дело, не стало просто ложиться. Ложиться не стало. Придумал оправдание в виде того, что дома было жарко или еще какие-то такие микромоменты. Косема работничков. Мне вот интересно, там Губарева начала сразу показывать о том, что начала там чайник пить, кофеечку попить ребятам. А пожрать? Ну, пожрать работникам. Работники пришли. Где те самые, знаешь, бутерброды с колбасой? Чаечку-то она поставила, но чаечком одним сыпь не будешь. Живот просит поесть. Я понимаю, работнички берут с собой. Ну, наверное, хорошим тоном было. Болезать бутербродов, картошки наварить, салат нарезать, там, мясо в куска сварить, поджарить, там. Ну, в общем, сыпь на накормить ребят. Просто, как ты к людям, так и люди к тебе. Просто это ведь может выразиться по итогу в проделанной работе. Косема проделанной работы, теперь переходим с вами постепенно, плавненько. Сначала меня порадовало количество работников. Количество работников там было человека 4, возможно, даже 5. Не знаю, был ли там Васька, но что охота сказать. В целом, значит, вот говоря в целом, мы привыкли к тому, что Губарева все время, знаете, кажет сказки о том, что как она будет сегодня работать, как она будет завтра работать, и вот это она будет делать, и вот это, и вот это. Это вообще вот это она сама сделала. Ну, камеру не включала, не показала. Ну, это я в целом веду то, что она обычно делает. Как она стены берет в доме, как она вырубает там что-то, как она машины чистит, это, чинит, как она цемент пачки таскает и прочее. Все удобно пристроилось. Как она огород поливает и скотобазу свой кормит. Огород скотобазы. Дед поливал до поры до времени, не знаю, поругались, не поругались сейчас. Мешки Васька таскал, я уверен, гораздо носил, или те самые работнички. Фундамент приехали, эти начали этот фундамент рыть, заниматься. Поэтому, как бы это нормально. Это нормально все. То есть наемные работники поработали и прочее, так скажем. Где-то там дети наемно работают, мы близкий человек. Но самый главный вопрос. Зачем пиз... Да. Зачем на камеру вот пиз просто вот наглым образом и говорить о том, что это сделала она? Когда делаешь ты, ты не забываешь включить камеру, показать это от самого начала до самого конца, чтобы это был хронометраж времени, чтобы срубить на сосиски себе. Так же, как и сегодня, она включила эту камеру, знаете, ну, лишь бы опять сделать контент очередной, понятное дело. И тут уже ситуация такая была, ну, люди бы не поверили, если она бы сказала, я сама вот это вот все сделала. Причем сама и не показала. В ночи она сделала, пока все спали. Так что должно было выглядеть? Конечно, нет. Тут люди не поверят. Естественно, ну, тут пришли работники, она начала все это снимать. У меня только один единственный вопрос. Сами работники знали, что их снимает камера? Или это было по принципу, я всегда с собой беру видеокамеру? Камера была установлена где-то скрыта у Даньки в будке, возможно. И поэтому, как бы, ну, может быть, нет. Может быть, люди бы сами захотели сняться и быть частью этого великолепного фильма. Кино, 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 да. Значит, а вообще, касаемо, опять же, работы. Пишут там сегодня комменты такие люди, ну, касаемо Данечки. Ой, Данечки, Левочки. Господи, я путаю уже собачатину всю эту, скотобазу эту всю. Короче, скотобазу-то имеют в целом, где вот у него скотина, гуси, коры. Там ведь тоже имена, наверное, есть. А пишут, какой хороший, этот, блин, как они его называли? Забыл слово. Ну, короче, кто следит за стройкой, за всеми работами, сидит, смотрит там, да. Даже тут, вот, знаете, опять возвращаясь к тому, что я просто этот момент почему вспомнил. Есть кто-то, кому не нравится о том, что он целует кобеля, возится с ним и прочее. Но находятся такие люди, кому это нравится. Также сегодня, говорю по комментарию, и поэтому я все это прекрасно смог увидеть. Ну, и главное, все это, короче, мелочи. В целом, значит, в целом что? В целом, значит, пока работники сегодня работали, пока работали они на жаре, белым днем, с самого утра до самого позднего вечера, губы не было. Губа была дома сидела. Скорее, ну, тут, поверь, можно сказать, она что-то делала, она варила кушать собакам, папе варила кушать, и ребятам. Ну, только что-то не показала этого ничего. Поэтому предполагаю, что, скорее всего, губа, значит, дома отсыпалась белым днем. Пока люди работали, в силу того, что ночь у нас в предыдущую не спала, возможно, их ждала, возможно, в конце она появилась в кадре по ее мятому лицу. Было, можно было предположить, что, скорее всего, наверное, с вечера было переборщено, переборщил, это вот так, ром с висками, точнее, виски с кока-колой. Отсюда такой результат. Ну, да ладно, значит, работа сделана. Тут, как бы, знаете, можно много говорить, много смеяться, подтрунивать, подкалывать и прочее. Ну, работа-то сделана. Мы можем разговаривать, как он так и скажет. Как это там говорило? Мы можем сколько угодно там, типа, говорить, а мы движемся дальше. Караван идет, ну, что-то такое там говорило, я уже забыл. Смысл такой, что день не капают, доллары капают, лайки, дизлайки, комментарии, подписки, отписки, все на руку в губе. Поэтому, как-то, ну, так бывает. Ладно, буду с вами прощаться, время подходит к своему завершению. Собственно говоря, увидимся с вами уже очень скоро. Вообще, с выходных у нас начинаются немножечко такие ролики. Знаете, у Павловича уже загрузил их, подготовил, там много различных тематик. По гороскопу Анатахи поговорим, про Анатаху поговорим, про сравнение Анатахи с Танюхой, про схожие, не схожие черты. Я подобрал, Павлович, много роликов, уже даже записал. Поэтому, смотрите, и, как скажет Анатаха, не переключайтесь. Большое спасибо всем за ваши лайки, комментарии, подписки. С вами был Игорь Павлович Княжин. Увидимся с вами очень скоро. Всего доброго встречи. Всем пока.